Дом культуры начинается с фасада. У Олимпа он после капитального ремонта яркий и современный. Здание украсили объемными 3D-металлокассетами и декоративным камнем. Работа по архитектурному оформлению здания снаружи подходит к концу. Внутри еще продолжаются. Уже готова раздевалка, зона буфета, танцевальные и зрительные залы. А вот там провода торчат. Все провода, которые стали торчать, провода под колонки, провода культуры. Если ремонт в Олимпе культурном подходит к концу, то рядом в Олимпе спортивном все только начинается. В зале греко-римской борьбы заменят инженерные сети, обновят полы и стены. В бассейне тоже большая переделка. Работы ведутся очень ритмично. Мы планируем, что в октябре месяце мы уже запустим эти объекты. Работает хороший подрядчик. Он у нас в нашем муниципалитете еще не работал, но в других муниципалитетах Ямал-Ленинских Новокругов показал достойный уровень выполнения работы. Сейчас уже практически на 90% закончена прокладка и смена всех инженерных коммуникаций и демонтажные работы. А еще поменяют плитку, санузлы, отремонтируют медкабинет и все прилегающие помещения. Мы хотим дополнительно сделать помимо Квартики еще и Хамгам. В том числе при активном участии Андрея Михайловича, его была идея, чтобы тоже люди, которые живут в прилегающих территориях и районах, могли активно посещать. Обновят не только внутренние помещения, но и фасад спортивной части Олимпа. Он будет в таком же дизайне, в таком же стиле, как фасад на культурной части Олимпа. Эти два здания, как зал Греко-Олимпской борьбы, так и бассейн, они будут продолжением и будут сделаны в абсолютно едином стиле. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского.